Мясо полезное и вредное. Какое оно? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник, кандидат технических наук Оксана Савинок. Здравствуйте. Здравствуйте. Что из себя представляет жир, который есть в мясе? Разное мясо содержит разное количество жира. Самое постное мясо это мясо индейки, кролика и курицы. Канина содержит минимальное количество жира. К жирному мясу относится говядина, если мы говорим допустим о говядине взрослого, полученной от взрослых животных, баранина и свинина. Если мы говорим за телятину, то она тоже может быть отнесена к постному мясу. Жир обязательно должен быть в рационе каждого человека. Рекомендуется для нормального здорового человека две трети животного жира и одну треть растительных масел. Животные жиры чем полезны? Они участвуют в синтезе клеточных структур всего нашего организма. Это и слизистые, это и мышечные волокна и включая наш головной мозг, там тоже содержится значительное количество жиров и эти жиры отличаются друг от друга жирными кислотами, которые входят в состав этого жира. Если рассматривать по полезности жир, то считается, что самым полезным является свиной жир, то есть сало. Если рассматривать с точки зрения наличия витаминов, то говяжий жир, полученный от взрослых животных, он имеет желтую окраску. Соответственно, в нем содержатся каротиноиды. В свином жире есть витаминоподобные вещества, арахидоновая кислота, которые необходимы для нормального функционирования человеческого организма. Дело в том, что за счет жира организм получает не только как строительный материал для клеточных структур и мембран, он использует жир как энергетический источник. Для того, чтобы получить с одного грамма жира организм получает 37 килоджоулей, а с одного грамма белка или углевода он получает 16,75 килоджоулей. То есть, в два раза больше мы получаем энергии от сжигания одного грамма жира. Поэтому в осенне-зимний период у людей появляется необходимость в употреблении жиров, особенно животных. Ну и если рассматривать по пищевой ценности, то я бы, конечно, советовала обычный свиной жир, сало, наше украинское, традиционное, не исключать из рациона питание ежедневно. А если к этому салу добавить пряные овощи, такие как лук и чеснок, то, что традиционно считалось полезным еще нашими предками, то это будет очень полезно для организма человека и в качестве профилактики всевозможных вирусных заболеваний, и организм обеспечивает себя необходимой энергией для согревания при низких температурах. Кроме всего прочего жиры, которые содержатся, животные жиры, которые находятся в мясе, они богаты фосфолипидами. Фосфолипиды ценны тем, как и основная ценность жира, это участие в строении клеточных мембран. Еще одним важным фактором и важной составляющей жиров является холестерин. Дело в том, что холестерин бывает, ну вот мы знаем, да, вредный и полезный, но при нормальных обменных процессах организм сам способен синтезировать нужное количество холестерина и точно так же он способен его утилизировать. Поэтому нельзя ограничивать употребление животных жиров и ограничивать употребление холестерина. Холестерин участвует в синтезе желчных кислот и если будет недостаточное количество холестерина даже для людей пожилого возраста, то это может нарушить процесс пищеварения и к образованию всевозможных патологий в дальнейшем. Поэтому холестерин в меньшем количестве, чем в молодом возрасте, но употреблять все равно нужно. Избыток холестерина, он нейтрализуется, выводится, расщепляется организмом, поэтому беспокоиться об этом не надо. Но единственное, что сочетание жира должно быть так же, как и белка с растительной пищей, для того, чтобы организм получил от жиров полезные составляющие, которые может он от него получить. И вдобавок он от растительного сырья, от овощей и фруктов должен получить то, что необходимо для нормального функционирования организма в целом. Если мы говорим за холестерин, то для образования желчных кислот. Если мы, допустим, будем употреблять жиры животные и растительные, то в растительном сырье есть стероидные соединения, одно из которых называется ситостерин. Так вот, он уменьшает количество вредного холестерина в организме человека. С другой стороны, если мы рассматриваем по количественному употреблению жиров, то пожилым людям, конечно, нужно уменьшить потребление жиров. Я говорила, что одна треть жиров должна быть растительной, две трети должно быть животных, то для пожилых людей соотношение должно быть один к одному. Одна часть растительных и одна часть животных жиров. Но исключать их совсем не надо. Три правила. Первое. К жирному мясу относят говядину, баранину и свинину. Второе. В рационе должно быть две трети животного жира и одна треть растительного масла. Третье. Самый полезный жир – саван. Мы продолжим разговор о продуктах в других передачах. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова